МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройти диспансеризацию приглашают в телеграм-канале советского района. Основная ее цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для трудоустроенных граждан предусмотрена работа поликлиника в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику, записаться на медосмотр можно и дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Заседание Общественного совета по делам инвалидов состоялось в администрации городского округа Самара. Его провела председатель Инна Бариль. Информировать телеграм-канале Департамента опеки, попечительство и социальной поддержки. Участники обсудили отчет о деятельности Общественного совета за текущий год, рассмотрели проблемные вопросы перевозки инвалидов в общественном транспорте, обеспечение льготных категорий граждан средствами реабилитации, взаимодействуя с Департаментом физической культуры и спорта по вопросам работы с инвалидами, а также утвердили план работы на 2023 год. Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей для налогоплательщиков, говорится в телеграм-канале Промышленного района. Он пройдет 15 декабря в четверг с 9 до 20 часов. Мероприятие состоится во всех налоговых инспекциях Федеральной налоговой службы России. В рамках Дня открытых дверей желающие смогут узнать, что такое единый налоговый счет и какие у него преимущества, какие изменения ожидаются с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков, как изменится порядок и сроки уплаты обязательных платежей, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи и как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.